здравствуйте друзья мы сегодня вот посмотрим вот этот дом номер 777 он продается и может быть вы чувствуете что здесь шумновато это не случайно вот та стена ну сколько тут раз два три 4 5 6 ну там 7 8 домов в сторону вот та стена это хайвей номер 85 стена конечно такая типа звука там изолирующая но сами понимаете и пыль и шум и выхлопные газы все это присутствует а домик был перестроен мы сейчас посмотрим вот вы видите драйввей уложен такой плиточкой бетонной тут каменюки такие речные и морские насыпаны вот такой лэндскейт видите кора она свеженькая она когда немножко полежит свет у нее будет такой серенький я бы сказал будет очень похож вот на бетон который тут рядом но пока что все очень свеженькая все это только что высаженное то есть дом приводили в предпродажное состояние вот эта тропочка вот это все видно что все это как бы новенькое только построено крылечко вот идем внутрь я сразу прошел в бэкьярд и отсюда вот снимаю тут есть такая площадочка видите у них трейлер такой для путешествий видимо там за ним можно сказать бесполезная травка дело в том что участок не прямоугольный потому что он стоит в так называемом колдесак где все так по кругу так теперь пойдем на сам бэкьярд которые ждут за заборчиком да как бы он предназначен для гуляний не для технических целей вот этот забор тут они ну как бы могли бы посидеть хотя дырявая эта штука от солнышка помогает конечно от дождя нет дожди у нас редкость вот такой бассейн я бы сказал зацветший очень зацветший внизу во всяком случае дно у него довольно такое специфического вида да это большая штука это барбекюшница но такая видимо газовая с баллонами большая серьезно так деревья ох ты апельсиновое дерево я даже не знаю как же они с него это плоды то то ли они осыпаются просто то ли они их методом я извиняюсь околачивания и все это туда к электрическим проводам туда вот туда так же друзья будете сажать апельсиновое дерево или мандариновое в этом случае скорее мандарина думайте о том как потом собирать плоды то а то так вот насыпется и все только ходишь потом убираешь я хочу сказать друзья что участок здесь большой это 10 тысяч сквер футов и как 10 соток примерно и это ну как бы большое дело здесь редко где такие участки если достаточно большой по местным понятиям участок а домик с это что еще 300 еще 300 сквер фута ну 125 там 130 квадратных метров вот такой сейчас пойдем дом смотреть я забился в локтук я не знаю снимаю девушка высокая красивая это видимо линдер кухня отделена такими интересными средствами как тебе эта конструкция которая отделяет мило очень очень мило такие шкафы не называются ром дивайдер знаете как разделитель комнаты пол вон такой лаком покрыт это махогане да это черри или махогане да да разделили ну хорошо так вот у меня на право кухня пошли на кухню стулик небольшой я бы сказал но совсем тесненький чисто декоративный так ну вот так газовая плитка холодильник плитка плитка прямо из кухни у нас гараж ну я бы сказал что это на одну машинку он может быть просторный для одной машинки но но две сюда не войдет ни при каких самых благоприятных обстоятельствах даже если вы там два фиата пятисотых захотите завоцкнуть его недостаточно места еще раз давайте вот это входная дверь мы в нее вошли тут не просят развиваться это очень приятно значит справа кухонька здесь вот эта вот разделенная комната отлично и мы движемся влево потому что там слева должны в какой-то момент оказаться бедром вот у нас один милый симпатичный ну как то видите так видимо детский такой да маленькая кроватка такая детская стоит хорошо как светлана сказала у них у него небольшая площадь в общем то в общем то небольшая поэтому это должно и на бедромах сказаться конечно тоже вот здесь у нас бедром видите какой с двумя кроватками бедно бедно живут люди в наших местах так детей понимаешь светик а какая цена у дома где то там миллион триста миллион четыреста миллион четыреста миллион четыреста ну вот сами видите там два человека разговаривают и говорят что они купили такой же дочный дом да в девяносто шестом году за 235 тысяч ну это правда так стоило да да это правда так стоило так да ну и еще тут у нас бедром этот побольше это наверное мастер бедром судя по размерам кровати которая тут сейчас я вам покажу а вот кстати видно как много апельсинов там на земле валяется они они явно не в состоянии собирать ну конечно да ну что же да вот такая большущая кровать тут можно троих положить чувствуется что экономят экономят больше народ пытается запихнуть три на одну кровать двое там по вертикали туалетик и туалетик такой я бы сказал как сказать эконом класса туалетик такой бюджетненький так что то осталось нет не увиденного нами так а вот еще один так это шкаф плутяной вот тут всякими делами плутяной шкаф вот люди видно живут вот тут наверху такие колодцы еще один бедром тоже небольшой небольшой ну ничего получше чем мог бы быть получше он в частности за счет того что кроватка маленькая тоже вот как бы бедрум на на ребенка вот так тумбочка значит комод собственно все удовольствия вот вид из окна симпатичная и хайвей рядом то есть не чувствуешь себя в отрыве от человечества вот еще один skylight света как тебе skylight так глубоко прорубили ну потому что тут чердак ага я не знаю у меня с skylight такое отношение своеобразное я хочу друзья показать вам сейчас снаружи что вот это все стоит на таком изгибе чтобы вы понимали что это не просто улица где все прямолинейно а тут все углами светик выскажись ну мы как раз имели очень похоже на этот дом много лет тому назад ну мы тогда не были такие как сказать опытные люди в строительстве да решили снести построить новый дом на самом деле я сейчас вижу что конечно здесь огромный потом небольшой участок да и вот это вот где стоит трейлер здесь полно места да ох да пропадает совершенно на самом деле конечно можно будет вход сделать здесь да гранд-э вход с высокими потолками а там вот с кухней с family room тут полно места для всего этого а там тебе переделать еще больше понимаешь историю даже если не делать всего два этажа не один этаж это его можно удвоить по площади конечно да но самое главное что можно сделать очень хороший дом вопрос только в том да даже не трогай этого пруда страшного да то есть здесь вот есть возможность это сделать пруд конечно потрясающий там тортила должна жить но вопрос вот в чем что они уже положили деньги они уже сделали новую кухню да они уже сделали какие-то новые басармы получается что тот человек который хочет перестроить его и есть потенциал для перестройки он платит за чужой ремонт намного больше чем этот ремонт давай свет вот в ту сторону глянем где хайвей идет вот как ты относишься к этому то есть грубо говоря так место пусть даже на десяти сотках где вот такой хайвей это место достойное чтобы туда класть деньги и удваивать площадь и делать бог знает что из него сегодня 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 когда здесь каждый миллиметр проще действует каких-то сумасшедших денег сегодня конечно да потому что это все действительно близко и гуглу и к фейс в доме мы не слышали никакого хайвея то есть это весь дом назад выходит да но дело даже не в этом дело не в этом сегодня уже вообще не котируются хорошие школы плохие школы уже не важно то есть люди скупают все потому что очень много молодых людей которые хорошо зарабатывают и хочется иметь в одном уровне они с этими лестницами бесконечными дома и конечно тебе могут котироваться и 10 соток вот это большое конечно давай так по деньгам давай значит они хотят что там сколько они хотят ну миллион четыреста миллион четыреста то же самое что вот эти маленькие домики слушай я тебе скажу тут тысячи триста всего площади светик но все таки за миллион четыреста получить такую площадь это неплохо сосед напротив нас помнишь он там примерно за эти же деньги купил дом намного хуже меньше этого да и все не выявили ну дело в том что мы же не знаем как тут пойдет продажа может быть тут будет мало типа лоффер он идет за миллион семьсот мы не знаем мы не знаем но во всяком случае конечно здесь есть огромный потенциал для то есть например кто то вот так же как этот сосед у нас въехал да и живет там сейчас пятером в двух спальнях да то есть так же можно въехать здесь все сделано здесь можно жить и копить деньги на то чтобы потом сделать дворец из этого ну тут нужно достроить конечно да и причем достроить тут просто вот вот здесь сделать вход вот с этой стороны вход да сделать всю пристройку можно даже кухня оставить чтобы сильно не это самое не портить да и сделать пристройку вот сюда ее вынести прям почти да и тут огромный кусок площади а там спальни сдвое чтобы они не такие маленькие были да и сделать нормальные санузлы в общем будет шикарный дом да ну что же я думаю что мы сегодняшнюю миссию по открытым как-то опенхаузом выполнили правильно я думаю да но на самом деле как-то такое действительно бодрит бодрит надо это делать как-то более регулярно потому что мы нас самих это да приводит в возбужденное состояние дело в том что мы обычно на выходных то в отъезде ну да поэтому так вот пришло не так интересно смотреть как здесь да все таки конечно вот это ажиотаж в скупке нету дополнительной площади чтобы строить новые дома да это все создает такую уникальную совершенно ситуацию что цены на дома конечно растут и поэтому имеет смысл вкладывать деньги в перестройку да ну что же спасибо свет идем дальше